Всем привет, народ! Сегодня пробный стрим. Вот, в общем, мы будем заниматься, это просто обычное занятие по скайпу, вот, а вы можете в чатике писать. Алло, Миша, привет! Привет, привет! В общем, не обращай ни на кого внимания, будем заниматься, чем занимались. Кстати, чем занимались-то, помнишь? Слушай, что это? В шестнадцатый учили, и это получилось, вроде, более-менее. Ну, окей. Шестнадцатый, да, там они похожи были, эти ритмы со слабыми долями. Так, дальше пойдем. Я его больше всего люблю. Ну, вот, кстати, потом можешь их вот восьмыми, что мы играли, тот же ритм, да, с шестнадцатыми, уже можешь их перемешку как бы мешать. Ну, то есть, восьмыми играешь, то есть... Шестнадцатый. Ну, вот, и главное, чтобы вот хэт не пережимать, да, вот, слышишь, то есть... С динамикой, ну, поаккуратнее, да, кончиками, когда играешь. Вот, и тогда будет все клево. Ну, ладно, дальше пошли. Шестнадцатыми нотами. Так, у нас там, кстати, был, который Foo Fighters, моё рабочее название, да, восьмыми так звучал? А вот шестнадцатыми тут, он же смещается рабочий, да? А акценты все равно должны играться прямо, да? То есть... Неудобно бывает, хочется сразу акцент влепить, а не совсем. В общем, так, медленно. Видишь, подряд удары идут, акцент в хэт и сразу через левую руку в рабочий, то есть... Понял как? Да. И после рабочего... Он это не самый мой любимый. А, ну, да. Ну, отлично. Дальше двигаемся? Да, зашло. Так, значит, это у нас был восьмыми, так звучал. С шестнадцатыми, соответственно, получается так. Медленно надо или понятно всё? Да, мне кажется, он попроще. Ну, это да. Чем предыдущий, да. Ну, давай. Да. Ну, да. Съехал? Да, да, да. Но похвалить тебя всё равно можно. Вот я говорю, у тебя успехи очень хорошие. Вот сколько мы с тобой занимаемся-то всего? Урок? Сегодня шестой, мне кажется, занятия. Успехи даже очень, очень. Но как вот с этой темой закончим, шестнадцатыми, там же ещё на слабую долю. Подкрываем это, а потом уже разберём тогда эту энтерседмон, да? В общем, как договаривались. Так, ладно, с восемнадцатым всё ясно, мотаем дальше. Тут быстро всё с ним. Дальше The Killers. Вот, кстати, вот этот ритм, он в оригинале есть. Ну, вот как, скажем, вот как он есть шестнадцатыми, он так же и звучит. Помнишь, я тебя включал же его, да? Да. Вот там есть и восьмыми кусок, и шестнадцатыми. То есть, получается... Ну вот, это прямо вот в песне так и идёт. В куплете восьмые, шестнадцатые уже там, в какая-то часть, то ли припевная, но не помню. Вот, неважно. Пробуем? Да, конечно. Пробуем? Пробуем. Вот правильно прочувствовал этот акцент. Помнишь, когда говорил, два уровня динамики, да? Что вот этот цик, да, должен прямо ещё выделяться. И прямо отлично. Да, то есть всё, наверное, на верном пути. Я тебя захвалю сейчас вообще просто. Ты не надо. Сейчас собьюсь. Видишь, получается движение. Тоже похожая тема, да, что вот с этим... Да-да-да, как здесь было. Да, только получается рабочий том и сразу акцент, то есть... Видишь как, через хэт. А чё, может это? Через какое-то время мне нужно ходить, репетировать на настоящие барабаны. Ну, в смысле, ходить куда-нибудь. Блин, было бы здорово. Ну, иногда почувствовать именно вот удар. Вот. Ну, да-да-да, вот я тоже... Очень, очень, очень хорошо, кстати. Потому что, да, электронная, но ты бьёшь, и она всё равно не... Ощущение вот это хэта. Понимаешь, вот даже звучание чуть дальше, чуть ближе, вот эта акцентировка, ты по-другому будешь чувствовать совсем. Вот эти акценты в Белл, то, что вот мы играли там вот. Видишь, разный звук за счёт того, что резонанс палочки разный даёт звук, да? Здесь даже выше, и в ту же точку я бью, а звук ниже. А ты, как я к ней бью, у тебя всё равно будет сэмпл звучать. Вот, видишь, нюансы живых барабанов, да? То есть, оттенков. Да, у меня одинаковый, что то, что это. Вот, вот. Потому что это просто срабатывает датчик, а тут вот... Даже... Кстати, да. Кстати, да. Разный звук, и чисто от того, что палочки даже другие. Так что оттенков ножевых больше. Ну и, естественно... Понимаешь, даже смещаешь. Всё меняется вот за счёт вот этих вот передвижений. Давай новая тема. Ну как новая? Ритмы те же, вариации другие, да. Так, open high-hat. Значит, ну, начинаем опять с простого, как обычно, да? То есть, ну, играем уже на слабую долю. То есть... В общем, самый простой, что вот мы учили. Только теперь открываем, видишь где? То есть тебе надо... Можешь, знаешь, как попробовать. Сначала даже не открывать хэт. Вот. Я не стал уж нотах писать, а то их слишком много. Просто делать акцент теперь на третью 16. То есть вот... Так, бочка. Не надо. Видишь, что получается? То есть танцевальный такой ритм, да? То есть... Вообще слабые доли, они придают танцевальности ритму, да? Ощущение лёгкости и попсовости такой, вот. Сильные доли это роковое. Медленно и поближе. Вот так вот. Ой, так, ноты тут появились. Значит, поближе. Значит, смотри. Начинаем, получается, не с акцента. То есть играем с кончиков. И вот здесь вот уже на правую руку акцент. Миш, всё по-другому теперь. Понял. Понял? Понял. Ну и вот. Хорошо, да. Вот смотри, Миш, вот это всё-таки битовый ритм. Но вот если бочку играть постоянно, это будет диско уже. Ну то есть, чем отличается битовый ритм от диско-ритмов? То есть в диско-музыке, в танцевальной, да? Там бочка всегда прямая, а она с рабочим совпадает. То есть всегда. Вот. Если нам играть просто бочку ровную, то получается так. Конечно, и получился, в общем, танцевальный ритм. Ну я бью с римшотом. С римшотом бью, конечно. У меня рабочий сейчас не дисковый такой. Он всё-таки у меня поострее такой. Ну вот. Но там надо такой дышть, дышть. То есть когда вот ринг такой делаешь, и низко ещё он глубокий должен быть. Вот. У меня всё-таки он такой роково-фанковое звучание. Но всё равно. В общем, всё здорово. Всё у тебя нормально получается. Пошёл, Пантор. Давай дальше пойдём. Ну ты понял. Дальше чё? Дальше поп-бит. Ну видишь, в какой-то момент он у тебя на автопилот встанет. Занучит кругом. Вот вопросы задают. На какой максимальной скорости можете сыграть? Смотря что. Вот. Ну и вообще скорость это не главное. Да? Да. Главное очень. Всё разделилось на два лагеря. Кто гонится за скоростью и остальные за динамикой. То есть вот так. То есть, ну вообще и это хорошо, и это неплохо. А ещё лучше, когда и так, и так умеешь. Да, ну не бывает ничего идеального. Блин, наше время-то подходит к концу. Да, давай мне домашку. Домашку я тебе скину, да. А то у меня сейчас же ещё занятие, видишь как. Я тебе скину чуть попозже, в общем, ноты. Окей. Ну как обычно всё. Вот. И даже немножко вперёд что-нибудь. Чтобы... Не-не-не, слушай, вот это мне прям надолго. Видишь, как я ухватился. Ого. Думал много. Ну, ого. Ой. Мне звонят. Миша, в общем... Ну всё, погнали. Всё, всё. По графику всё. До встречи, как мы встречаемся. Успехов тебе. Чуть попозже вышлю. Ладно? Давай, да. Всё, счастливо. Пока. Всё, пока-пока. Народ, с вами я тоже буду прощаться, наверное. Потому что у меня ещё одно занятие. Но мы с человеком не договаривались на трансляцию. Поэтому я не могу, соответственно, без договора демонстрировать его в экран. Поэтому всем пока. Записывайтесь на занятия. И до новых встреч в эфире.